краткий сценарий развития событий от шагунова и прилепина на ближайшие 10 лет в россии что будет или не будет вячеслав коновалов вячеслав я думаю что и не то что я думаю мой опыт и очень любой опыт любого читающего человека в россии который с жадностью и безоглядно читал газету завтра и новую газету и новый мир и наш современник все публицистические отделы в самых ведущих изданиях он убеждает в одном даже самые умные люди в 99 процентах случаев мне не 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 угадывают не угадывают то что происходит в действительности это парадоксально я какой-то момент поняв это тут один из спрашивающих говорил что мы с сергеем превратимся в прорицателей вот я давно уже не не рискую ничего прорицать потому что ну угадать совершенно невозможно это 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 крайне сложно это это действительно всегда оказывается умнее у нас и и сложнее нас поэтому вот исходя из своего представления россии в том виде в котором она есть сегодня я понимаю что рационально рассуждая те люди которые сегодня находятся у власти они так и будут находиться у власти 10 лет и 15 и 20 и будут здесь пока смерть не разлучит нас пока россия день не не обвалится на части чему есть собственно все предпосылки и что о чем говорят любые там аналитические отделы любой любых серьезных стран которые занимаются проблемой россии но россии как правило движется зачастую иррациональными категориями категории который предсказать невозможно и в этом смысле простите меня за патетику я думаю что если бог не разлюбил нас если мы еще не надоели ему то россии представить какие-то шансы для того чтобы вы выйти из этой ситуации главное чтобы мы этот шанс не упустили как произошло это как мне кажется год назад в сущности я согласен действительно россия движется иррациональными маршрутами траекториями путями и конечно с точки зрения формальной логики некая некая действующая группа очень прочна но дело не в действующей группе лиц дело в том что само по себе мне кажется общество уже поменялось да это может звучать романтично но я сам ломаю голову постоянно на тем а как все будет дальше как продлиться какие ждать события так сказать внезапные вспышки мстительности и репрессивности или же вынуждены уступки по отношению к обществу или что или или нам вообще ждать обвала и на самом деле ощущения они ведь тоже переменчивы но мне кажется что ситуация уже зашла слишком далеко маразматичности и абсурдности положение дел в нашей стране и каждый новый штрих а ведь еженедельно мы получаем если не ежедневно эти новые штрихи каждый новый штрих это на самом деле уже так то так такое добавляет значит баскинианской картине действующей власти вот каждый день он приносит этот новый штрих к этому полотну босха и такое ощущение какого-то адского кошмара и самое интересное что действующая власть которая оказалась не готова слушать людей этим хоть немного навстречу просто демонстрирую такую глухую отмороженность она ведь оказалась в заложниках у сотку этой ситуации теперь каждое новое действие власти почему-то играет против нее вроде бы они решили заняться коррупцией но даже здесь они проигрывают и оказывается что это показуха что они не способны к этому опять так сказать все смеются или плюются ходите сереже да да спасибо жили вот но и в общем все прекрасно в этом смысле потому что есть надежда есть надежда на изменения в конечном итоге это поколенческий конфликт и именно потому что он поколенческий я думаю что изменения неизбежны но даже если пересажают всех друзей если все прикроют я вижу задачу только в одном оставаться самим собой и честно делать то что могу захар вначале здесь сказал очень правильные слова о литературном деле все-таки у литератора у пишущего человека него всегда есть это спасительное пространство то что я назвал бы метафизическим алиби есть нечто что позволяет ему при желании оставаться последовательным свободомыслящим честным и говорить и действовать без оглядки на сильных мира сего потому что всегда есть бумага ручка и ты всегда можешь писать в этом смысле многим чиновникам гораздо сложнее запрос или черву нову спасибо за хороший русский язык я люблю видеть вас на тв меня интересует судьба дела об убийстве отца александра меня что-нибудь прояснилось константин из петербурга нет константин к сожалению ничего не прояснилось информацию меня по этому делу нет но надо сказать что я был знаком с этим священником потому что в детстве дача была в нескольких километрах от значит пушкина от новой деревни где у него была церковь и так получилось я сам священника что я за неделю до его убийства был в этом храме и даже исповедовался у него с чем у меня есть такие взгляд любопытные воспоминания но об этом как-нибудь следующий раз здравствуйте захар и сергей вот уже полгода как вы возглавляет свободную прессу помнится в первой рационной статье вы пообещали побуянить на сайте чем очень напрягли многих общество устало от буйных а тут еще и вы позже сергей написал я хотел бы чтобы этот сайт стал местом сборки не только оппозиции по принципу вместе против но и всего отверженного общества чтобы в дыму войны между историческими мифами проступил вольная цитата обнадеживающий образ будущего что вы сегодня ваш взгляд имеете в остатке лидии нил вы санкт-петербург люди я знаете не уверен что в россии так много буйных вот как как вам кажется вот вы пишете что в общество устало от буйных на мой взгляд буйных в россии не очень хватает если вы имеете ввиду действительно радикально мыслящих из висит на свободных людей политиков там и активно гражданских активистов если вы не имеете ввиду буйных психбольных вот действительно имейте ввиду буйных кавычках то где вы их особенно ты видели этих буйных. Как раз Россия находится в таком полуобборке тотального конформизма, где все со всеми согласны, где любой бред, произносимый с телеэкрана или представляемый властью в качестве закона, воспринимается либо скептической ухмылкой молчаливой, либо там еще как-то. Мы, в отличие, на фоне любой европейской страны, на фоне Италии или Греции, или даже Англии, или даже США, в России этот гражданский протест находится в каком-то достаточно смешном, зачаточном виде. Даже вот эти все наши события, которые происходили в России в течение года, они там на фоне многих европейских стран не кажутся столь масштабными. Потому что у нас 100 тысяч человек, а в Барселоне в Италии выходил миллион человек на митинг. А что там творилось в Англии, или в США, или в Греции? Это черт знает что. В этом смысле, какие буйные. Мы не буйные, мы смирные. Смирные. Слишком даже смирные. В этом смысле я-то считаю, что моя личная задача, я знаю, как задача Сергея, она остается в том, чтобы хоть каким-то образом взбодрить какое-то количество людей, мыслящих, читающих и способных на какую-то реакцию. Чтобы эти болезнетворные уколы происходящего в стране, чтобы люди получали их. Абсолютно. Абсолютно так. И на самом деле в этом и задача сайта. Там, где мы что-то гротескно заостряем, там, где вот есть размашистость заголовков, там, где мы сталкиваем лубами авторов. Так что, надеюсь, искры летят. В этом задача еще и оживить аудиторию. Немножко вывести из этой дурной литургии. Продолжим. Уважаемый Сергей и Захар, что изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы стали заниматься свободной прессой? Довольны ли вы результатами своей деятельности на ИСП? Оправдал ли сайт ваши ожидания или имеют место разочарования по каким-то моментам? Есть ли между вами спорные вопросы по функционированию сайта? Что интересно, вы можете рассказать в связи с работой ИДСП? Может, есть какие-то куриозные истории? Вот сейчас Сергей будет отвечать. Я скажу, что спорных вопросов действительно, по-моему, не было. Серьезных спорных вопросов не было ни разу. Доволен ли результатами я? Это, конечно же, дело ваше отвечать, довольны ли вы результатами, потому что, ну, мне в целом, кажется, удалась вот та самая возможность создать свободную площадку для высказывания самых разных мнений. И здесь могут высказываться люди левых взглядов, люди правых, люди либеральных, люди каких угодно. И действительно такая разноголосие создалась, но вместе с тем от сайта создаются правильные ощущения здорового, критического отношения к современной российской действительности. И в этом смысле эта многолосие все равно имеет какой-то определенный вектор. И вот в этом смысле есть какие-то достижения. вопрос второй касательно всего формы подачи того, о чем мы пишем и говорим и то, что мы показываем, это в следующем году будет меняться. У нас будет, я думаю, изменяться дизайн, сайт будет расширяться, потому что возможности они будут предоставляться для музыкальных каких-то вещей, для литературных, для политических, для ток-шоу и т.д. и т.п. Все так, но мы сейчас продолжим.